Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Battleship. И в новом обновлении у нас новая коллаборация. Опять подвезли тяночек, подвезли нам образы для кораблей и также два новых корабля. Ну как новых, просто за это коллаборация. Это линкор Монтана легендарного уровня и также Тирпиц, немецкий линкор 7 уровня. Давайте обо всем по порядку. Здесь есть на что обратить внимание. Ну и начнем мы, конечно же, с командиров. Тут у нас 5 новых кэпов. Вот они все здесь. Вы их можете получить за дублончики или же попытать и вытащить их из ящиков. Вот. 5 командиров. Это у нас Изайоу Нонономи, как-то там читается. Это у нас командир на немецкие линкоры. Дальше у нас Окосура Аяне. Короче, очень сложные имена. Я не буду в них прям проговаривать. В общем, это баба у нас или тяночка, если правильно говорить, специализируется на японских крейсерах. Дальше. Вот эта подружка у нас на американские линкоры. Вот эта подруга у нас на французские крейсера. И этот командир у нас на британские эсминцы. Давайте посмотрим, что стоит взять. А здесь есть интересные командиры. Ну давайте по порядку. Первый командир. Мы посмотрим на немецкие линкоры. Итак, друзья. Забегая наперед, скажу, что кто любит играть на немецких линкорах, таких как Шлиффен, Сытен, Рупрехт, ну то есть ветка. Вот это давайте покажу, чтобы вы понимали. Если вам очень нравится данная ветка, то этот командир заменяет полностью от Ациллокса, на котором надо играть, стандартный кэп, и делает сейчас командиром номер один на вот эту ветку. Потому что командир очень хороший. Сейчас расскажу почему. То есть данный кэп просто даст вам бешеный баф к вашему ПМК. Я не знаю, что с этим командиром будет вытворять Шлиффен, но будет делать жесткие вещи. Давайте рассмотрим базовый навык. Чистка да блеска. То есть тут все в ПМК, то есть время перезарядки ПМК минус 5 и урон, наносимый линкором плюс 8. То есть, блин, ваша ПМК будет херачить и урон еще линкором будет больше регаться. Ну это вообще круто. По первой полке тут все понятно, как бы все стандартно. На второй полке здесь то же самое, что и от Ациллокса. И от Ациллокса здесь так же, но почему выигрывает эта баба? Вот смотрите, еще вот этот перк «Время наказания», «Время перезарядки текущего заряда улучшенного наведения ПМК» за каждое попадание из орудий ПМК. То есть, блин, вы с ПМК и так будете херачить. И плюс количество снаряжения улучшенного ПМК. И вот, друзья, что еще хотел обратить внимание на легендарный перк «Вторичный интерес». Посмотрите, время перезарядки снаряжения улучшенного наведения ПМК сократится на 30%, то есть перезаряжаться будет быстрее. И количество снаряжения улучшенного наведения ПМК у вас плюс 2. То есть, капец, вообще можно сделать 6 штук, и оно еще перезаряжаться будет быстро. И плюс, если вы будете там в действии особого эффекта, то и рассеивание снарядов у вас минус 3,5, и ПМК, и время перезарядки КК. То есть, друзья, вот этот командир сейчас номер один для немецких линкоров, которые играются от ПМК, который я назвал. Поэтому, если вы прям любитель, вы катаете на этих линкорах, то вот эта баба, она вам даст просто жесткий прирост ПМК. Вы с ПМК просто будете все разносить в хлам. Поэтому этот командир обязательно должен быть приобретен, если вы играете, вам нравится, потому что это настоящая имба. Все, по нему разобрались, идем дальше. Следующий командир на японских крейсера. Здесь, как бы, знаете, ну, все же остается номером один. Номером один остается у нас командир для японских крейсеров. Для всех, ну, там, хотя и на Азуму тоже, но сейчас расскажу. Смотрите, номер один командир все так же остается. Это кто у нас? Правильно, это Азурлейн Атаго из прошлых коллабораций. То есть, она, благодаря вот этому перку, пока что лидирует и остается номером один командиром на японских крейсера. Что касаемо этой дамы, базовый перк, кстати, очень неплохой. Но, как по мне, он, смотрите, он восстанавливает время перезарядки. Ремонтная команда минус 4% и восстановление боеспособности плюс 6%. Дальше по перкам здесь можно поставить огонек. Здесь дополнительный инвиз. Здесь у нас ничего путевого нет. И вот интересный перк под названием помощь в учебе. Урон по вашей цитадели минус 30%. И так же вы можете отхилить теперь цитадель. Если кто не в курсе, если вам попадает в цитадель, этот урон не отхиливается практически на всех кораблях. Есть корабли, на которых цитадельный урон можно отхилить. Но 90% кораблей не отхиливают урон для попадания в цитадели. То есть, вот этот перк, он вам будет и урон уменьшать, и отхиливать вашу ситу. То есть, как по мне, этот командир, ну, будет, да, играбелен. Но, смотрите, да, все крейсера, в основном японские, они и так шотаются. Это не поможет. То есть, это поможет на Азуме. Вот этот командир очень хорошо заиграется на Азуме. Потому что Азума и так у нас крепкая, у нее хорошая ремка. Она неплохо держит урон, поэтому, как бы, можно попробовать. Но, в целом, здесь нет ничего такого имбового. То есть, покупать ради Азумы, ну, этот командир остается на таком, знаете, на среднем уровне. И покупать, как бы, его я не рекомендую. Он вам особо крутости никакой большой не придаст. Поэтому идем дальше. Третий командир на американские линкоры. О, боже, сколько можно командиров на американские линкоры. Здесь тоже все просто. Базовый перк дает минус к перезарядке, к живучести установок и прям перекладке рулей. Здесь у нас все стандартно. Но здесь нет точности. Здесь нет точности. Здесь есть мегаломания. То, что вы можете наблюдать, там, на французском командире Жажаре, да. Вот. То есть, здесь, как бы, можно сократить жестко перезарядку. Ну, типа, данный командир предназначен для того, чтобы ваш линкор жил. Да, чтобы вы там танчили, шли вперед. Но у нас таких американские линкоры в основном играются от дальности, от точности. Поэтому этот командир можете смело пропускать. Ничего в нем хорошего нету для американских линкоров. По-прежнему, самые лучшие американские командиры остаются эти. Это у нас номер один Нью-Джерси. У кого, может быть, есть Азур-Лейн Колорадо. Поэтому этот командир, как бы, смело можете пропускать. Здесь ничего вы особо не получите. Дальше. Командир на французские крейсера. Здесь уже плюс-минус из того, что мы имеем из командиров на данный момент на французские крейсера. Здесь интересный кэп, потому что дает рассеивание снарядов, сокращает перезарядку. Также здесь у нас хорошие перки в первой и второй полке. И вот этот перк очень интересный. Потому что, смотрите, можно на французские крейсера поставить ускоренную перезарядку. Да, есть такая. И самый прикол, что у вас при активированном данном снаряжении, когда вы активируете быструю перезарядку, они у вас будут просто ложиться в точечку. До 30%. То есть они будут лететь вообще прям в точку. И получается, вы активируете быструю перезарядку и кидаете. Блин, эсминцы вообще будут крошиться. То есть данный командир очень-очень интересный для французских крейсеров. Поэтому, кто любит играть на французских крейсерах, обязательно рассмотрите данный вариант и приобретите данного командира. Это хороший командир. Ну и последний командир, которого мы рассмотрим, это у нас командир на британские эсминцы. Здесь тоже все очень хорошо. Объясню почему. Смотрите, пунктуальность базовый перк, скорость поворота орудий уменьшает. И также перезарядку эсминцев в минус 4%. И вот последний перк, посмотрите. Время перезарядки главного калибра эсминца до 8%. То есть в сумме минус 12%. Но это когда вас обнаружили. Но вы, соответственно, когда будете перестреливаться с вражеским эсминцем, вы, понятное дело, будете обнаружены. И то есть тот же Деринг, ну все эсминцы будут получать большой баф к перезарядке. Это тоже очень и очень хороший командир на британские эсминцы. Поэтому, друзья, тоже рекомендую его купить. Кто любит играть на британских эсминцах, кто любит охотиться за эсминцами. Ну, Деринг, например, вообще раскроется еще больше с этим кэпом, потому что у вас просто будет жесткая, быстрая перезарядка. И это очень круто. Так что, друзья, в данной коллаборации смело можно покупать 3 командира. Это вот эта вот баба. Это у нас обязательно на немецкие линкоры. И вот на крейсера французские тоже обязательно приобретите. Ну, а теперь поговорим о самих кораблях, которые доступны за дублоны в данной коллаборации. Итак, Монтана. Нам сразу приведены здесь сравнения с обычной Монтаной. То есть, что у них отличается. Итак, смотрим. Время перезарядки орудий здесь уменьшено до 28 секунд. Дальность орудия ПМК увеличена на километр. Урон ББ снарядом увеличен. Время перекладки рулей уменьшено. Улучшена скрытность, то есть маскировочка. И также добавлено снаряжение Форсаж и убрана корректировщик. Время действия аварийной команды увеличено до 28 секунд. И количество очков боеспособности на секунд увеличено на 1.12. То есть, с оригинальной версией Монтаны снижена ГК точность. Максимальная дальность снижена. И урон офф снарядами. То есть, в целом, ну, в чем прикольно Монтана вообще до этой обычно? То, что она точно стреляет и ложит снаряды в цель. Здесь у нас как бы в этой версии Монтаны уменьшили перезарядку. Увеличили урон. Вот, ну, блин. Даже не знаю, друзья. Я бы все-таки остался на обычной Монтане. Потому что фишка Монтаны... Это... Вот здесь еще и убрали корректировщик. И поставили Форсаж. Фишка Монтаны, это, друзья, точный выстрел. А здесь ей пофиксили точность у этой Монтаны. Поэтому, как бы, не вижу особого смысла в приобретении. Оставайтесь играть на обычной Монтане. То же самое Тирпиц у нас доступен. Давайте посмотрим, чем же отличается БА Тирпиц от обычного Тирпица. Дальность стрельбы орудий ПМК увеличена на километр. Изменилось время орудий ПМК. Орудий большего калибра. Короче, здесь у нас поменялось ПМК. По калибрам. То есть, большего калибра уменьшилось. А меньшего калибра увеличилось. Ну, практически не заметно. Дальность хода торпед увеличена до 9 километров. Время перезарядки в торпедных аппаратах уменьшилась. Уменьшена заметность. Так, тут также понижена точность. И время перезарядки увеличено до 26 секунд. Так, кроме того, вместо снаряжения улучшенного наведения ПМК было новое снаряжение улучшенного наведения ПМК-2. Новый эффект. Время перезарядки орудий ПМК уменьшен на 25%. Время перезарядки снаряжения уменьшено до 140 секунд. Бонус кучный снаряд уменьшен. Ага, то есть он не будет точно стрелять. Ну, в целом, Тирпиц. Вот эта версия Тирпица. Ну, в целом, интересная. Интересная с обычной, потому что торпедки у нас дольше идут. Можно докидывать сдалека. Вот, и ПМК увеличено, но, блин, улучшено само... ухудшено, точнее, снаряжение. В целом, как бы, попробовать можно, но все равно, блин, Тирпиц не заиграется у нас. Он все равно плохо играется, поэтому, как бы, это для... чисто для немецких фанатов. Но, в целом, интереснее, чем Монтана. Вот, друзья, как бы на этом и все. Все, что хотел обсудить из новой коллаборации. Пожалуйста, прожмите лайк, напишите комментарий. Вообще, напишите, у вас работает YouTube или для кого я это делаю. Все, всем спасибо и до новых встреч.